Датчик температуры и влажности Xiaomi на электронных чернилах стал одним из самых популярных из широкой линейки для контроля параметров воздуха. В 2021 году Xiaomi выпускают обновления с рядом новых полезных функций, рекордным временем работы от новой батарейки, кнопкой на корпусе и новым детским режимом. В этом обзоре я расскажу о новинке, которая по моему мнению будет не менее популярна предшественника, о ее параметрах и возможностях интеграции в умный дом Xiaomi. Цифровой монитор температуры и влажности уже продается с бесплатной доставкой на Алиэкспресс за 10 долларов. Ссылки на надежных продавцов с актуальной ценой в описании к видео. Внутри компактной упаковки находится руководство пользователя, датчик и две пластины для его установки на горизонтальную поверхность или стену. Новый датчик температуры и влажности имеет размеры чуть больше 5,5 сантиметров в ширину и высоту. Это почти на сантиметр меньше первой версии, однако он немного толще и чуть позже вы поймете почему. Масса датчика 32 грамма. С правой стороны на корпусе единственная кнопка для подключения в умный дом и переключения параметров на дисплей с электронными чернилами. Сверху и сзади отверстия для доступа воздуха к высокоточному датчику швейцарской компании Sensirion. Температура и влажность отображаются с точностью до 1,1 в диапазоне от 0 до 60 градусов Цельсия и от 0 до 99,9 процентов относительной влажности. Датчик работает от 3 вольтовой батарейки CR2450. Xiaomi обещают, что одного элемента питания хватит на два года работы. Я уверен, что так оно и будет, так как прошлая версия от вдвое меньшей батарейки работает до одного года. Кроме того, новинка использует для подключения к шлюзу и передачи данных о параметрах воздуха энергоэффективный протокол Bluetooth 5.0 Low Energy. В день, когда батарейка сядет, я обязательно напишу об этом закрепленном комментарии к этому видео и расскажу в инстаграм, поэтому обязательно подписывайтесь на нашу страницу. Цифровой монитор температуры и влажности включается сразу после удаления защитной пломбы батарейки. На дисплее размером 35 на 35 мм с электронными чернилами отображается температура и влажность, а также графический смайлик, который сигнализирует о качестве этих значений. При подключении к датчику отображается символ Bluetooth, а если батарейка будет близка к полному разряду, внизу экрана появится соответствующая индикация. Если нажать единственную кнопку справа на корпусе дважды, можно выбрать, что приоритетно будет отображаться на дисплее с самыми крупными цифрами, температура или влажность. Это очень удобно в условиях, когда вам более важен один параметр, чем другой. Эту же кнопку нужно будет зажать на несколько секунд, чтобы подключить монитор к приложению Xiaomi Mi Home. Пока датчик работает только в регионе Китай, но если вы хотите добавить его в любой другой регион, включая Россию, до начала официальной поддержки используйте модифицированный клиент Mi Home от WEVS. Новый датчик температуры и влажности отличается от остальных возможностью опционального подключения к нему напрямую с телефона. Поэтому каждый раз при открытии его виджета в приложении Mi Home он будет предлагать сделать это с помощью однократного нажатия кнопки на корпусе. Но это нужно только если вы хотите видеть значения в режиме реального времени. В остальное время датчик передает значения через шлюз в среднем каждые три минуты. Графики на главном экране отображают историю значений за последние сутки. Если перейти глубже, то будут доступны минимальные и максимальные значения за день в течение месяца или за каждые из шести последних месяцев. В автоматизациях датчик работает только как условие, если температура или влажность опустится ниже или наоборот превысят заданные вами значения с шагом полградуса или полпроцента. Так в созданных сценариях он может давать команды например увлажнителю, кондиционеру или другим устройствам в системе умного дома сяоми. В настройках датчика появился новый детский режим. Если его включить, тогда устройство через bluetooth шлюз будет присылать на ваш смартфон уведомление, когда значение температуры выйдет из диапазона от 20 до 24 градусов цельсия или влажность из диапазона от 45 до 70 процентов. Считается, что в период от 0 до 3 лет эти параметры воздуха являются идеальными для ребенка. Также в настройках можно изменить оптимальный диапазон для графического смайла на экране. По умолчанию установлены значения между 19 и 27 градусами и от 20 до 85 процентов относительной влажности. Здесь же можно включить отображение температуры в градусах фаренгейта. В дополнение скажу, что новый e-ink монитор воздуха по-прежнему можно разместить на холодильнике или стальной двери без приклеивания дополнительной пластины. Его дисплей легко читается под любым, даже самым острым углом, в отличие от моделей с LCD-экраном. Единственный неудобный момент – это нестандартная батарейка формата CR2450 вместо привычной и популярной CR2032, но срок работы благодаря ей увеличился сразу до двух лет. Кстати, такая же батарейка, если вы помните, установлена и в новом Bluetooth-датчике движения с Xiaomi. Напишите в комментариях, что думаете об этом датчике на электронных чернилах. Если вам понравился этот обзор, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Спасибо за просмотр!